МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Школьники Владивостока уже готовятся к итоговым испытаниям. В этом году среди экзаменов по выбору ЕГЭ по китайскому языку. О том, как школьники готовятся сдать ЕГЭ по китайскому языку, расскажу я, Катерина Матвеева. Урок по понятиям. Эксперты обсудили методы воспитания мальчишек в школе села Первомайское в Приморье. Я думаю, что, к сожалению, в данном случае мы наблюдаем некомпетентное немного решение проблемы. События русско-японской войны вспоминают в Приморской картинной галереи. Здесь открылась выставка художников-баталистов на сопках Манчжурии. Мы как художественный музей не могли остаться в стороне. Также в выпуске дальневосточникам стоит быть внимательнее с деньгами. 13 финансовых пирамид насчитали в регионе. Еще раз скажем, музыка объединяет. Во Владивостоке прошел первый инклюзивный рок-фестиваль. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. На должность главы Владивостока претендует уже 31 человек. Сразу 11 подали документы в Городскую думу еще в пятницу, сообщает информагентство ВладНьюз. Среди кандидатов на пост мэра – действующий городоначальник Олег Гуменюк. Напомню, прием документов на должность главы Владивостока стартовал в прошлый вторник. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап состоится 12 марта. В этот день комиссия проверит достоверность сведений, которые представляют кандидаты. Второй этап – 18 марта. Это индивидуальное собеседование с претендентами. Имя мэра станет известно в последних числах марта. 68 домов планируют капитально отремонтировать во Владивостоке в этом году. Такая цифра была озвучена на очередном заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ. В городе насчитывается 3,5 тысячи многоквартирных домов. В прошлом году полностью завершены и оплачены работы по 72 домам. На заседании подчеркнули, что фонд обязан делать все возможное для того, чтобы были отремонтированы все запланированные многоэтажки. А работы в них были самого высокого качества. В рамках программы формирования во Владивостоке современной городской среды планируют освоить 123 миллиона рублей и отремонтировать на эти средства 35 территорий. Еще одна программа, которая в этом году будет реализована в Приморской столице – 1000 дворов. Ожидается, что за счет средств краевого бюджета в городе отремонтируют 317 придомовых территорий. Ликвидация большой нелегальной свалки идет в районе Змеинки во Владивостоке. Муниципальное предприятие содержания городских территорий приступило к уборке вдоль дороги, ведущей от улицы Кипарисовой ко второй поселковой. Мусор сюда свозят компании, которые берут деньги у жителей за вывоз строительных отходов. Но попадают они не на полигон, а на ближайший пустырь. Теперь десятки тонн бытового и строительного мусора, а также старые автомобильные покрышки вывозят на полигон твердых бытовых отходов для дальнейшей утилизации. Стоит отметить, что только в январе текущего года во Владивостоке ликвидировано 27 незаконных свалок и 850 тонн мусора. 13 финансовых пирамид насчитали на Дальнем Востоке за год. Таковы данные Дальневосточного управления Банка России. Девять из них были зарегистрированы на территории Дальневосточного округа, четыре в Якутии, по две в Приморском крае и Сахалинской области, одна в Хабаровске. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов. Маскировались пирамиды под самые разные организации общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, которая действовала в форме микрокредитной компании. В общей сложности за прошлый год Банк выявил на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Банк России в 2018 году выявил 168 организаций, которые имеют признаки финансовой пирамиды. За период с 2015 по 2018 год Банк России выявил 658 организаций, которые осуществляли деятельность финансовой пирамиды. Отмечу, проверить легальность работы участника рынка может любой желающий. Нужно уточнить наличие компании лицензии Банка России, либо узнать сведения о ней в соответствующих государственных реестрах. Тем временем несколько случаев мошенничества зарегистрировано в торговых центрах Приморской столицы. Так, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии преступлений. Ранее полицейским Первомайского района поступило заявление от продавца бутика. Женщина сообщила, что неизвестный завладел ее деньгами обманным путем. Мужчина пришел в магазин в районе улицы Черемухова и представился поставщиком товара и получил 15 тысяч рублей от потерпевшей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого им оказался 39-летний ранее судимый житель Хасанского района, который позже был задержан. 39-летний ранее судимый за мошенничество мужчина заходил в различные магазины краевой столицы и, представляясь меншендайзером, знакомым директора либо поставщиком, путем обмана получал от потерпевших деньги. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество санкция» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям. Гражданам, пострадавших от противоправных действий данного мужчины, полиция просит обращаться в органы внутренних дел. Совет по правам человека при президенте просит губернатора Приморья Олега Кожемяка принять экстренные меры для сохранения жизни и здоровья косаток и белух в китовой тюрьме в бухте Средняя под находкой. Если они доживут до теплого времени года, их можно будет безопасно выпустить на волю, добавили в Совете по правам человека. Однако выпуск косаток и белух в бухте Средней на волю сейчас связан с рисками. Ученые Тинро по поручению губернатора Олега Кожемяка провели визуальный осмотр млекопитающих, а также условий их содержания в адаптационном центре в поселке Леваде. Эксперты пришли к заключению, что состояние животных удовлетворительное, однако их выпуск может привести к гибели. При этом условия содержания косаток хорошие, животные здоровы и хорошо питаются. Отмечу, в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте средние уже более полугода содержатся 11 косаток и 87 белух. В данный момент ведутся следственные действия по поводу законности их вылова. Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу, уже адаптированных к обитанию в вольерах животных, перешедших на искусственный корм, связан с рисками для их жизни. Российским школьникам впервые в этом году представят возможность сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Это особенно актуально для учащихся Приморье, чей ближайший сосед именно Китай. Напомню, для получения аттестата о среднем образовании старшеклассники обязательно должны сдать русский и математику. Еще девять предметов – физика, химия, биология, география, история, общество, знания и другие предлагаются ребятам на выбор. Школьники сами решают, какие дисциплины им пригодятся при поступлении в ВУЗ. Кроме китайского, для сдачи доступны английский, французский, немецкий и испанский языки. О том, как школьники готовятся к новому экзамену, расскажет Катерина Матвеева. Средняя школа номер девять, несмотря на то, что носит статус общеобразовательной, вовсе не простая, а специализированная. Здесь дети учат китайский язык с ранних лет, поэтому к выпуску уже свободно говорят и пишут по-китайски. Уроки у нас направлены на развитие навыков чтения, говорения, аудирования и грамматика. Стараемся охватить все аспекты за четыре часа. Обычно в начальной школе мы подключаем какие-то творческие номера для мотивации, учим песни, сценки ставим на китайском языке. Конечно, учить приходится много. Помимо четырех часов в классе, приходится корпеть над китайской грамотой и дома. Но ребята не жалуются. Многие из учеников школы планируют после выпуска уехать учиться и работать в Поднебесную. Я изучаю китайский язык более девяти лет. То есть на данный момент у меня имеется сертификат международный квалификационный, ЧСК, пятого уровня. То есть это уровень уже студента, проучившегося в Китае более четырех лет. Да, безусловно, китайский язык, он очень сложен в плане грамматики, в плане писания иероглифов. То есть, допустим, к примеру уже привести, что в английском языке там буквы есть, там составляют предложения из них, а в китайском языке, то есть может один иероглиф иметь несколько значений. И в том же плане то, что в китайском языке есть тональность, то есть четыре тона. И в зависимости от того, какой тон, то значение тоже слово меняется. То есть, безусловно, изучать очень трудно, и если человек собирается изучать китайский язык, то он определенно должен знать, на что он идет. Для меня китайский язык даже полегче, чем английский, Потому что я имею художественное образование, у меня немножко, наверное, творческое мышление. И я в иероглифах вижу какую-то ассоциацию, какую-то логическую последовательность. Поэтому иероглифы мне ближе, нежели буквы и другие словосочетания. Я собираюсь поступать в Китай и связать свою жизнь, наверное, с Китаем, с сотрудничеством с Китаем, с китайским языком. В этом году ученики будут впервые сдавать ЕГЭ по китайскому языку. В школу Края уже поступила домоверсия тестирования. Экзамен будет содержать устную и письменную части. В первой проверяется умение детей разговаривать по-китайски. Вторая часть содержит задания по иероглифике, грамматике и лексике. Устная часть экзамена сложнее, потому что это реальные навыки общения детей на китайском языке. Письменная часть детям дается полегче. Ну, чтобы дети успешно сдали экзамен, мы уже сейчас начали подготовку и прорешиваем тесты. Разговорные навыки развивают различными способами. Проводят викторины, мастер-классы, презентации и даже озвучивают мультфильмы. Знать китайский – это современно и актуально. По прогнозам аналитиков, к 2020 году Китай обгонит США по процентной доле в мировом ВВП. Это понимают даже дети, которые со школьной скамьи готовятся стать востребованными специалистами на азиатском рынке. В Приморье и даже в федеральных СМИ получил широкий резонанс в случае в школе села Первомайское Михайловского района, когда на специальную лекцию для мальчиков 5-7 классов пригласили местных жителей, которые в прошлом имели судимости. Возмущенные родители опубликовали пост на портале Пикабу, где отметили, как приглашенные в грубой форме объясняли мальчишкам, как жить и что с ними будет на зоне. Допустимость таких методов воспитания обсудили в эфире «Радиолема». Гостем программы Андрея Калаченского стал заведующий кафедрой философии ДВОРАН, кандидат философских наук Андрей Поповкин. Подробности в нашем следующем материале. О человечности, педагогической компетенции и нравственной атмосфере в школах. В студии «Радиолема» обсудили нашумевший случай с так называемым «уроком по понятиям», который прошел в одной из приморских школ. И поводом для этого разговора был тот странный, неприятный, кошмарный или казусный случай, который мы узнали в конце января. В одной из школ приморского края, это в селе, местные учителя, сам директор, не нашел ничего лучшего, как пригласить в школу двух, трех или четырех людей, которые прошли зону, чтобы эти бывшие зэки поговорили со школьниками и объяснили им, что в этой жизни можно сделать и можно делать, а что нельзя. В гостях у журналиста Андрея Калачинского, заведующий кафедрой философии ДВОРАН Андрей Поповкин. Поповкин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой философии ДВОРАН, кандидат философских наук. Сфера научных интересов, философия религии, русская религиозная философия, восточная философия, конфуцианство, даосизм, буддизм. Философия науки, философская антропология. Автор более 50 научных работ. Напомним, об уроке с участием ранее судимых граждан в селе Первомайское Михайловского района стало известно из публикации пользователя «Скорпион 7726» на портале Пикабу. Он написал, что бывший директор школы пригласил в учреждения местных авторитетов, которых знают все, чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с 5 по 7 класс. Их собрали в актовом зале. Приглашение уголовных авторитетов к работе с молодежью – это ведь не какая-то новация нашего времени. Если кто-то вспомнит конец 90-х, то там, ну, например, по моим сведениям, в Хабаровском крае даже целый лагерь. Оздоровительный лагерь, да, молодежный оздоровительный лагерь. Держали уголовные авторитеты. Авторитет по имени, по-моему, «Джем». «Джем», да. На каком-то острове он собирал детей, и летом, там, 2-3 месяца в этих сменах учились, что можно, что нельзя настоящим пацанам делать. Решать подобные проблемы в школах должны люди с педагогическим опытом и опытом работы с подростками, подчеркивает Андрей Поповкин. Кроме того, желательно, чтобы педагог был мужчиной. Агрессивное поведение у подростка – признак того, что ребенок потерялся и нуждается в поддержке со стороны взрослых. Учителей встревожила информация, что между учениками школы возникают конфликты, и некоторые подростки позволяют угрожать другим подросткам сексуальным насилием. «Приглашать в школу людей с подобным жизненным опытом можно, говорит Андрей Поповкин, но не в пятые и седьмые классы. В этом возрасте дети еще не готовы относиться к такой информации критично. Они очень восприимчивы. Кроме того, свою роль может сыграть и личное обаяние. И тогда человек с криминальным опытом может стать для подростка неким нравственным маячком». С одной стороны, я согласен с тем, что можно положительно оценить попытку директора найти какие-то авторитеты нравственные для этих ребят, привезти их в школу и как-то ввести их в берега приличий. С участием учителей, с администрации школы, да еще главы поселения. Это был серьезный разговор на очень важную проблему, чтобы дело не скатилось к беде, ну не дай бог. «Ну да, но я думаю, что, к сожалению, в данном случае мы наблюдаем некомпетентное немного решение проблемы». Сегодня против директора этой школы прокуратура возбудила административное дело о нарушении права на образование. Штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куриной рассказал, что только двое из троих лекторов имели отношение к криминальному миру, но их судимость уже погашена. При этом один из мужчин нецензурно выражался на встрече с детьми. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Андрей Поповкин, в свою очередь, уверен, сегодня в мире, который живет по принципу «никто никому ничего не должен». В школах по-прежнему главное – воспитывать в детях человечность. Философ призвал педагогическое сообщество обратить внимание на проблему в школе села Первомайское и направить туда компетентных специалистов, чтобы поговорить и с детьми, и с учителями. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… На сопках Манчжурии во Владивостоке открылась выставка художников-баталистов, посвященная 115-летию русско-японской войны. Во Владивостоке прошел первый инклюзивный рок-фестиваль «Арт-интеграция». «Тигра Амура» оставляют к Приморскому сафари-парку. Такое решение приняли власти Хабаровского края. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Раокотская. И мы продолжаем. На сопках Манчжурии во Владивостоке открылась выставка художников-баталистов, посвященная 115-летию русско-японской войны. Во Владивостоке прошел первый инклюзивный рок-фестиваль арт-интеграции. Тигра Амура оставляют в Приморскому сафари-парку. Такое решение приняли власти Хабаровского края. В эти февральские дни в России вспоминают героев русско-японской войны 1904-1905 годов. Она началась по новому стилю 9 февраля 1904 года и стала одной из тяжелых страниц в истории русской армии и военно-морского флота. Однако именно этот жестокий урок стал сильным стимулом для реорганизации армии и флота как в части системы подготовки, так и в техническом отношении. Одна из героических страниц этой войны – подвиг крейсера «Варяг» под командованием Всеволодоруднева и канонерской лодки «Кореец». Они вступили в неравный бой с японской эскадрой, пытаясь прорвать блокаду «Порт Артура». Чтобы корабли, получившие серьезные повреждения, не достались врагу, экипажи приняли решение взорвать «Кореец» и затопить «Варяг». 115-ю годовщину подвига легендарного крейсера «Варяг» отметили в минувшие выходные во Владивостоке. На борту корабля с таким же названием прошло торжественное построение, а под звуки гимна России были подняты Андреевский флаг и флаги расцвечивания. Память тех, кто 115 лет назад не выжил в героическом бою с японской эскадрой, также почтили на морском кладбище. К монументу на братской могиле возложили цветы. В канун 115-летия начала русско-японской войны в Приморской государственной картинной галерее открылась выставка художников-баталистов на сопках Манчжурии. Экспозиция включает более 50 произведений живописи и графики, а также литературные памятники, художественные альбомы и открытые письма. Подробнее в сюжете Евгения Черемухина. Война между Российской и Японской империями – несомненно важная веха в истории как страны, так и Дальнего Востока, где и происходила большая часть событий. Основная цель военной кампании тогда заключалась в контроле над территориями – Кореей, Желтым морем и, конечно, Манчжурией. Спустя 115 лет по ее сопкам предлагают прогуляться, пусть и не буквально, всем, кто неравнодушен к истории родного края и живописи. Площадкой для одноименной выставки стала Приморская государственная картинная галерея. Мы как художественный музей не могли остаться в стороне. И вообще, конечно, необходимо помнить те важные вехи, которые связаны с нашей историей, с нашими и победами, и неудачами. Выставка, она небольшая, она камерная. Но, вы знаете, по воздействию, по эмоции она очень, мне кажется, сильная. В экспозиции «Пособка Манчжури» оказались как вполне знакомые экспонаты творений известных баталистов, так и прежде не выставлявшейся репродукции. К примеру, из альбома периода русско-японской войны художника Бориса Смирнова впервые демонстрируется более 20 листов. Последний, к слову, во время войны еще был студентом Академии художеств, а на войну ушел медбратом. Ну а среди гостей выставки было немало ценителей высокой культуры, молодежи по форме, а также представителей духовенства и городской власти. Город, поиск и славу, город Белгосток, неразрывно связан с теми событиями, которые происходили на протяжении очень длительного времени. И то, что мы делаем сегодня вот такими важными веками, важными событиями, как открытие именно выставки, которая подчеркивает исторически значимое место города Белгостока, это для нас очень важно. Всего в выставке о русско-японской войне представлено больше 50 произведений живописи и графики. В центре экспозиции работа «Тюренченский бой. Кисти Юрия Репина. Сына знаменитого Ильи Репина», написанная в 1912 году. Выбор пал на эту картину, потому что бой под Тюренчином, который произошел 18 апреля 1904 года, стал первым значительным сражением в войне двух империй. Кроме картин, выставка предлагает гостям окунуться в атмосферу старины через литературные памятники, образцы печатной прессы тех лет, а также открытые военные письма. Экспозиция будет работать до 24 марта. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Консультации для детей-сирот по вопросам получения жилья проводят в Примории. Их организует Департамент образования и науки совместно с Департаментом земельных и имущественных отношений. Кроме того, сами дети-сироты также принимают участие в таких мероприятиях. Их включили в рабочую группу по распределению жилья. Это позволяет увидеть изнутри весь процесс, заявителям лично поучаствовать в процедуре. Отмечу в этом году на обеспечении жильем детей-сирот в бюджете Примория заложено около 1 миллиарда рублей. Эти средства уже переданы муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений. Музыка объединяет. Под таким девизом во Владивостоке прошел первый инклюзивный рок-фестиваль «Арт-Интеграция». Исполнители с ограничениями по здоровью вышли на сцену. Фестиваль раскрыл разнообразие музыкальных стилей. На нем звучали разные направления, начиная от классической скрипичной музыки до дес-метал. Подробности у Дмитрия Беломестного. Рок-музыка, звучавшая со сцены концертного комплекса «Андеграунд», разная – от жесткого металла до лирики. Инклюзивный рок-фестиваль впервые во Владивостоке. Он собрал 16 коллективов. На сцене смогли выступить и музыканты с ограниченными возможностями здоровья. Все направлено на то, чтобы обратить внимание и привлечь взгляд общественности к тому, что инвалиды такие же люди, как и мы, хотя и требуют от нас внимания, помощи, доброты и так далее. То есть рассчитано на доброе, вечное, нужное. Рок – это стирание социальных границ и стереотипов. Он объединяет. Фестиваль дает возможность поделиться своим искусством, несмотря на ограничения по здоровью. Организаторы уверены – талант не определяется ни возрастом, ни состоянием здоровья. Фестиваль «Арт-интеграция» прошел под лозунгом «Музыка объединяет». На одной сцене выступили группы, которые уже известны и любимы, а также молодые коллективы, для которых выступление на сцене «Андеграунда» стало дебютом. В планах сделать рок-фестиваль ежегодным. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Тигра Амура подарят Приморскому краю, чтобы животное осталось в сафари-парке, сообщил в понедельник журналистом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Как выяснилось, препятствий для того, чтобы подарить животное Приморью, на законных основаниях нет. Как сообщалось, тигр Амур по закону принадлежит Хабаровскому краю. В сафари-парке Приморья Амура и его сестра-тигрица Тайга находились временно, на основании договора, но его срок истек. Амур прославился в 2015 году тем, что подружился с козлом, которого ему прислали на съедение. Аэрофлот меняет правила перевозки животных в салонах самолета с 14 февраля. С четверга на борт можно взять сумку-переноску размером в сумме трех измерений не больше 126 сантиметров. Раньше допускалось 135 сантиметров или жесткий контейнер, соответствующий длины, высоты и ширины. Габариты уточнены для того, чтобы любую переноску или контейнер с собакой или кошкой можно было поставить под сидение впереди стоящего кресла. Общий вес контейнера с животным внутри него не может превышать 8 килограммов. Если вес больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке. К перевозке в салоне без контейнера допускаются служебные собаки. Собаки-поводыри перевозятся в салоне, причем бесплатно, и сверх нормы бесплатного провоза ручной клади. Общегородская продовольственная ярмарка будет работать 16 февраля и 2 марта. Это накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня во Владивостоке. Здесь можно будет совершить покупки к праздничному столу. По традиции торговля развернется на Центральной площади. Свою продукцию представят более 200 фермерских хозяйств и местных производителей. Можно будет приобрести ягоды, мед, овощи, рыбу, мясо, выпечку и многое другое. Время работы ярмарок с 10 до 17 часов. И далее к новостям спорта. Приморочка провела последние игры чемпионата и теперь готовится к решающей борьбе за медали. Сборная Приморского края выступает на международных играх «Дети Азии». Жители Владивостока смогут принять участие в гонках вокруг острова Попенберг. Все подробности у Максима Яковлева. Волейбольный клуб Приморочка подвел итоги регулярного чемпионата. В последней двухматчевой серии наша команда встречалась с Волгодонским импульсом. Игры во Владивостоке прошли практически полностью по сценарию хозяев. В первой встрече желто-черные одержали сухую, уверенную победу со счетом 3-0. Импульс при этом далеко по очкам не отставал, поэтому ответ на игра могла принести сюрпризов. Однако и во второй день Приморочка с первой же партии при счете 25-9 взяла на себя роль лидера. Второй период тоже остался за нашей командой. В этот раз, правда, гости из Волгодонска смогли выиграть одну партию, но было уже поздно. Приморские волейболистки в конце отработали на ура и в итоге одержали победу. К слову, девятую подряд. Это позволило Приморочке к финишной прямой расположиться на третьем месте, а значит и выступить в дальнейшем в серии плей-офф. Главную и самую волнительную борьбу за медали Владивостокский клуб начнет 2 марта. Сборная Приморья выступает на первых зимних спортивных играх «Дети Азии». Международные состязания стартовали 8 февраля в Южно-Сахалинске. От Приморского края в составе сборной команды ДВФО на игры отправились представители четырех видов спорта – шорт-трека, сноуборда, фигурного катания и лыжных гонок. Все это юные спортсмены 13-17 лет, среди которых есть победители и призеры соревнований различного уровня. Уникальный проект «Дети Азии», подающий себя как этакая юниорская зимняя Олимпиада, отличается своими масштабами. Прямо сейчас в Южно-Сахалинске борются за награды около 1200 спортсменов из 20 стран мира. Итоги международных состязаний по 8 зимним видам спорта будут известны уже 17 февраля. Во Владивостоке пройдет очередной тур острова Попенберг. Уже 17 февраля на льду Бухты Новик состоятся ежегодные соревнования по велосипедному спорту, символом которых является известный Владивостокский остров. В этот раз в гонке планируется привлечь около 500 участников. Перед всеми ними будет стоять одна задача – преодолеть один круг длиной 23 километра. Движение по дистанции будет идти по кольцу таким образом, чтобы внутри него оставались остров Попенберг, пикет у мыса Крутой острова Елена и пикет Бухты Новик. Главная фишка этого необычного ралли в том, что на трассу, помимо велосипедистов, также одновременно выйдут конькобежцы, лыжники и просто бегуны. Каждый из них будет бороться за награды в своей дисциплине. Попробовать свои силы может каждый. Открытие мероприятия состоится 17 февраля в 12.00. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Школьники Владивостока уже готовятся к итоговым испытаниям. В этом году впервые среди экзаменов по выбору ЕГЭ по китайскому языку. Урок по понятиям. Эксперты в эфире «Радиолема» обсудили методы воспитания мальчишек в школе села Первомайское в Приморье. События русско-японской войны вспоминают в Приморской картинной галерее. Здесь открылась выставка художников-баталистов на сопках Манчжурии. Музыка объединяет. Во Владивостоке прошел первый инклюзивный рок-фестиваль. Дальневосточникам стоит быть внимательнее с деньгами. 13 финансовых пирамид насчитали в регионе. Тигры Амура оставляют Приморскому сафари-парку. Такое решение приняли власти Хабаровского края. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249 88 12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Память о подвиге крейсера «Варяг», который в годы русско-японской войны принял неравный бой с японской эскадрой у порта Артура, живет не только в сердцах приморских моряков. Осужденные из правительной колонии номер 47 Свердловской области соорудили огромный бронепалубный корабль «Герой из снега». Как отметили в пресс-службе ГУФСИН, подвиг «Варяга» всегда будет ориентиром стойкости и мужества русского моряка. Сделали снежный крейсер со всеми атрибутами, которыми тот обладал – боевые орудия и паровые трубы, а также рубка командира. На то, чтобы соорудить знаменитый крейсер, потребовалось несколько десятков кубометров снега. На необычный памятник крейсеру «Варяг» смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.